Юлия Хакимова «По ту сторону отношений» Предисловие Мне приснилось, что надо написать предисловие к книге про драконов, бессознательное и отношения. Вздыхая от непростой задачи, я взял книжку «По ту сторону отношений» в руки и открыл ее. Вдруг оттуда выпорхнул дракон. Он сел напротив меня и сказал «Проблема у меня, док. Чем могу помочь?» Я на всякий случай задал объект-ориентированный вопрос. «Сижу в человеческой психике, в бессознательном. Страдаю клаустрофобией. Взаперти человека мечусь и пугаю своего хозяина. Хотя это еще вопрос, кто хозяин, а кто паразит», — хохотнув, добавил дракон. «А чего хочется?» «Свободы хочу. Взаперти мне трудно. А когда я мечусь, то хозяин просто с ума сходит. Но я о себе беспокоюсь. Жутко мне бывает, аж до паники. Свободы хочу. Залететь, вылететь. Вообще-то и для хозяина моя свобода — это творчество и энергия, да и психовать будет меньше». «Так попроси хозяина об этом. Я понял, что с ним лучше на ты». «Но ты даешь, док. Если б так проблема решалась, зачем ты нужен?» «Он не знает, что я у него внутри. Он образованный. Думает, что у него в психике все решают лобные доли. Прецентральная извилина, нейротрансмиттеры, пресинаптические щели с дофамином и серотонином. Здесь он в чем-то прав, конечно, в том смысле, что это все в мозгу. Но в психике-то я. Хозяин думает, что это одно и то же. Он же образованный». Растягивая последнее слово, сказал дракон. «Поэтому со мной у него нет контакта. Меня же не существует». «Но вот если хозяин с дуру ляпнет что-то или из-за неосознаваемого страха опаздывает, тут он, конечно, меня вспомнит. Но ненадолго». «И что было бы самым хорошим результатом моей консультации?» спросил я, не понимая, чем могу помочь дракону. «Расскажите, из-за чего страх и паника у меня? Проинтерпретируйте мне страх, как у вас говорят. В моей драконней голове что-то замкнется и мне полегчает. Вы же психотерапевт». «Но я совсем не знаю психологии драконов. Вам, скорее всего, нужен зоопсихолог». «Док, ты не Юли. Скажи, что мне еще нарколог нужен, так как я двоюродный брат зеленого змея и у меня созависимость с хозяином». «Ответь, в чем моя проблема? У меня, в отличие от хозяина, психологических защит нет, и я смогу твою интерпретацию сразу в себя интегрировать. И мой страх пройдет». «Ладно», — удивился я продвинутости дракона. «Давай попробуем. Я думаю, что причина твоей клаустрофобии в боли от того, что тебя никогда не услышат. Что ты проведешь свою жизнь в тюрьме и останешься ненужным. Ты как сокровище, которое твой хозяин считает мусором. Хотя сам он пользуется тобой и не говорит спасибо. Эта боль питает твои отчаяния, злость и страх. Они составляют твой симптом клаустрофобии». «Опаньки, как все оказалось!» «Ну-ка!» — дракон закатил глаза вверх и потряс своим брюхом, словно что-то утрамбовывая внутри. «Да», — удовлетворенно сказал он. «И правда, что-то поменялось. Отлично, я доволен. Сколько с меня?» «В смысле?» «Это я про оплату. У вас же у психоаналитиков как-то так?» «Мы не обсудили вопрос гонорара в самом начале, поэтому оплата не требуется». «Хорошо, тогда услуга за услугу». «У твоего дракона аллергия на твое нетерпение и торопыжничество». «Спасибо», — растерявшись, сказал я. «Неожиданно, конечно». «Ну, пока!» «Надеюсь, больше не встретимся». «Сепарация прошла успешно», — снова хохотнул дракон и растворился в страницах книжки, и она сама собой громко захлопнулась. Я проснулся от удара шасси самолета о землю. Мы приземлились. Вскоре я уже шел по коридорам аэропорта за своим багажом. Но его еще не было, а так хотелось домой. Я почувствовал, что злюсь и портится настроение. И тут я увидел рекламу, на которой очень знакомый дракон мне хитро подмигивал. Я замер почти как дракон в моем сне и словно что-то стал утрамбовывать у себя внутри. И взял капучино. Оно было идеальным на вкус, и по температуре — это то, что нужно было мне для полного счастья. Я неспешно выпил его, смакуя каждый глоток, и как только чашка опустела, началась выдача багажа. Слава психотерапии! Драконам слава! Ян Федоров, кандидат медицинских наук, психоаналитический психотерапевт, психиатр, заведующий дневным стационаром номер 4 СПБ КБУС больницы имени Кащенко, супервизор Российской психотерапевтической ассоциации, супервизор European Confederation Психоаналитик-психотерапист, вице-президент Межрегиональной общественной организации Европейская ассоциация развития психоанализа и психотерапии. От автора С любовью к тебе и с бесконечной верой в тебя. В этой книге я буду делиться с тобой своими знаниями и открытиями в области отношений, чтобы ты мог сделать свою жизнь лучше и счастливее при условии, если ты будешь их применять. Каждый из нас хотя бы раз обращался к самому себе с вопросами, ответы на которые человечество ищет уже не одну тысячу лет. Возможно, ты и сейчас задаешь себе вопрос, на который хочешь найти ответ, чтобы обрести гармонию в своей жизни. Разгадка секрета счастливой жизни кроется не в умных книгах, советах и прочих внешних обстоятельствах. Ответ внутри тебя самого. Эта книга – ключик к твоей закрытой двери, которую ты сможешь открыть. Я знаю, ты справишься, так как видел это тысячу раз, работая с людьми и помогая им раскрыть свою истинную природу. Мы уникальны, и все в нас прекрасно. От набора ДНК до личной жизненной истории. Всегда помни это. Помни, что тебе не нужно быть на кого-то похожим. Твоя задача – познать себя и стать счастливым человеком. С теплом, Юлия Михайловна.